Это лето. Ленинский городской округ, по данным единой дежурной диспетчерской службы, пережил без чрезвычайных происшествий. Впрочем, специалистам службы 112 работы хватало. Каждый месяц операторы принимали свыше 20 тысяч звонков, большинство из которых касались экстренных случаев, вроде вызова скорой помощи, полиции, пожарной и газовой служб. Сейчас уровень пожарной опасности в Московской области в целом и у нас в районе до сих пор остается очень высокий. Поэтому я призываю и детей, и взрослых быть осторожными при обращении с огнем в лесных массивах, на улицах, в квартирах, в домах. Это вопрос очень серьезный. Параллельно обратиться в скорую, полицию, газовую и пожарную службу можно было и напрямую по коротким номерам 101, 102, 103 и 104. Сейчас по поручению губернатора Андрея Воробьева на территории Московской области стартовал приоритетный проект «Система 112» внедрения новых решений. Его цель – создание единой точки приема всех вызовов экстренных оперативных служб. В результате все звонки на короткие номера также будут приниматься диспетчерами ЕДДС. Это исключит двойную фиксацию вызовов, позволит автоматически выявлять массовые обращения и обеспечит своевременное комплексное реагирование. Проект заработает в муниципалитете уже с 12 сентября. Бывают случаи, когда человеку нужно узнать какой-то житейский вопрос, как принимать участковые, какую таблетку принять. Можно позвонить по прямым номерам в эту службу, уточнить эти моменты, потому что мы, наши операторы, такой информацией не владеют. Ну или в крайнем случае наш оператор переведет на оперативную службу. В таких случаях лучше обращаться напрямую по телефонам экстренных служб. Скорую медицинскую помощь 8-495-541-38-22. Дежурную часть полиции 8-495-541-57-22. Пожарную охрану 8-495-541-37-00. Аварийно-диспетчерскую газовую службу 8-495-541-34-97. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.